Мы с Ваней Звядиным вернулись на стенд Microsoft, чтобы развеять некоторые мифы и еще раз рассказать об ультрабуке Toshiba. Да, многие говорят Toshiba, но правильнее все-таки Toshiba. Это Toshiba Portage Z930. Во-первых, это самый легкий ультрабук в мире, он весит всего 1 на 1 килограмма. Но эта цифра не передает того ощущения, которое я сейчас ощущаю. Он просто невесомый, он невероятно легкий. Его можно двумя пальцами буквально держать и не тяжело. При всем при этом корпус сделан из магния, он очень прочный. Он один из самых тонких. Толщина его корпуса всего 15,9 мм в самом толстом месте и 8 мм в самом тонком месте. Он легче, чем MacBook Air. У него очень много приятных фишечек, вроде сканера отпечатков пальцев, вот здесь. Магниевый корпус, как я уже сказал, он весь матовый. На нем практически не остается отпечатков пальцев, ни на этой панели, ни здесь, ни вот тут вот, ни на окантовке. Дисплей у него тоже матовый, что удивительно. Есть пара глянцевых деталей, вроде вот шарниров и кнопочек тачпада, но ничего страшного. У этого ультрабука очень крутая клавиатура, не только потому, что она островного типа, достаточно мягкая и в целом удобная. И клавиши здесь, стрелочки, допустим, очень большие, очень удобные. Она еще, а, с подсветкой, ее здесь не видно, потому что очень светло. И, б, она с защитой от пролитой жидкости. Этого тоже нет ни одного ультрабука в мире. И здесь Toshiba рвет конкурентов просто в клочья. У этого ультрабука больше всех портов среди всех ультрабуков. Это USB 3.0, замок Кенсингтона. Это полноценный сетевой порт, чего не встретишь ни у одного 13-дюймого ультрабука. Это HDMI, еще два USB порта и порт VGA. Это уже совсем нонсенс для ультрабуков и очень здорово, я считаю. И два аудиоразъема, обычно он один на ультрабуках, но тут вот два. И кардридер, SD-карточка. Так вот, в чем прикол? Это Toshiba Z930, второй ультрабук Toshiba, но выглядит он абсолютно точно так же, как и Toshiba Z830, обзор которого мы уже сделали месяца два назад, а впервые мы рассказали о нем еще в феврале. Нет, рассказали мы о нем в сентябре прошлого года на выставке Ифа, да, Вань? Да, то есть это, короче, было очень давно. Они абсолютно идентичны, единственная разница это то, что здесь стоит процессор IV-Bridge. Вот и все. Но это не мешает ему оставаться, вернее сейчас наоборот, помогает одним из самых офигенных ультрабуков в мире. Toshiba Portage Z930. А теперь это? Продолжение следует...